Привет всем! Лошади – удивительные животные, которые используются людьми уже несколько тысячелетий. Они помогают в сельском хозяйстве, принимают участие в спортивных состязаниях, даже служат в полиции. Животные тонко чувствуют опасность и готовы предупредить своего хозяина. Отличаются уникальным слухом, могут не только воспринимать звуковые волны, но и усиливать их. Замечательно ориентируются, несмотря на капризы погоды и время суток. Особенности строения конечностей – причина того, что животное может развивать отличную скорость бега. А удар задним копытом настолько силен, что способен вызвать смерть хищника или человека. Однако кони редко используют свое запретное оружие. От прочих млекопитающих они отличаются отсутствием ключицы. Пищеварительный тракт лошадей нуждается в постоянном переваривании пищи, поэтому они едят очень часто, но крохотными порциями. Очень любят сладкое. Зрение лошадей – цветное, этим они похожи на людей. Однако различать красные и синие тона они не способны. Угол зрения – почти 360 градусов, дает возможность коням видеть все происходящее не только спереди, но и сзади, а также одновременно в разных сторонах. Обоняние – еще одна сильная сторона этих животных. Старые кони лишаются остроты зрения, но нюх остается с ними навсегда. Спят кони чаще всего стоя, эта привычка сложилась у них еще во времена проживания в дикой природе. Чуткие животные даже во сне готовы были сорваться с места при малейшей опасности. Если коня не тревожить, он способен видеть сны. Животные не только привязываются к хозяину, но и способны дружить между собой. Поза, и особенность движений подсказывают, каково настроение лошади. А между собой они общаются движениями тела и голосом. Для этих животных характерная взаимовыручка, они хвостами отгоняют от партнера летающих насекомых. Часто кони дерутся, ударяя друг друга копытами, но это не проявление агрессии, а забава. Лошади очень пугливы, запах крови способен вызвать у них сильнейший стресс. Панически боятся пчел, что неудивительно, всего десятка укусов достаточно для метального исхода. Более 20 народностей в Африке и Азии по сей день почитают лошадей как священных животных. Научно доказано, что те, кто работает с конями, страдают с сахарным диабетом в два раза меньше, чем все прочие. Ипотерапия, лечение лошадьми, используется для реабилитации инвалидов и жертв насилия, детей-аутистов. Тренировки на конях полезны при терапии позвоночных заболеваний, а молоко кобылиц помогает в лечении туберкулеза. А согласно народным поверьям, лошадиный пот способен высушить бородавку. Однако есть и заболевание, связанное с этими полезными животными, гипофобия, панический страх перед лошадьми. Наибольшее количество лошадей проживает на территории Китая. Китайцам принадлежит честь изобретения упряжи. Использовать животных для перевозки грузов жители Востока начали примерно за тысячу лет до того, как эта идея возникла у европейцев. Самая распространенная в мире лошадиная кличка, Джун Хань, китайского происхождения. Оставляйте свои комментарии и ставьте лукас верх. До новых встреч мои хорошие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова